Доброе утро! Я Ольга Бутко. Вы смотрите рубрику «Дочки-сыночки» на телеканале Хабар. Сегодня у нас по плану развлечения, но с элементами развития, как мы, педагоги, любим. Чем же мы предложим заняться нашей малышне? Идею подкинули китайские родители. А мы её подхватили, переработали, внесли развивающую составляющую и добавили уровни сложности. Итак, первоначально нам потребуется липкая лента, цветные шарики и дверной проём. Первый уровень, самый простой. Прикрепляем скотч в дверной проём липкой стороной к ребёнку на высоту вытянутой руки, так, чтобы ребёнку пришлось тянуться на цыпочках. Наша крошка уже скоро перерастёт в проём, но другой модели на период карантина у нас нет. Теперь вручаем малышу пластиковые шарики или элементы строительного материала. На первом уровне достаточно просто прикрепить предметы к ленте. Этот уровень тренирует координацию движений и глазомер. На следующем этапе можно давать ребёнку карточки задания с определённой последовательностью цветов шариков или геометрических деталей конструктора. Ребёнок должен повторить схему расположения элементов. Такое задание развивает зрительное внимание и сенсорное восприятие. Третий по сложности уровень – это выполнение задания по устной диктовке. То есть вы, не отрываясь от текущих дел, произносите последовательность цветов или фигур вслух, а ребёнок воплощает цепочку на ленте. Эта форма упражнения тренирует слуховое внимание и память. В качестве физминутки предложите ребёнку прилепить шарики на ленту броском, отступив на один шаг назад. Только для выполнения этого задания нужно обеспечить санитарную безопасность пространства за лентой. Шарики не должны лететь в коридор к входной двери, потому что это не гигиенично. Если ваш ребёнок изучает цифры, можно использовать это нехитрое приспособление для математических заданий. Правда, материал для игры надо приготовить заранее. Это должны быть карточки с цифрами и знаками, которые предварительно нужно будет заламинировать скотчем. И карточки с примерами. Ленту для математики нужно спустить пониже. Плоские детали должны быть на уровне взгляда ребёнка. И тут тоже задания разбиваются по уровням сложности. Сначала ребёнку даётся задание выложить цифры просто по порядку. Потом предложите ему карточки с примерами, ответы на которые нужно будет прикрепить на ленту. Следующий уровень сложности. Примеры нужно выложить полностью, уже используя знаки, а затем их решить. И последний этап – математический диктант. Задание ребёнок получает в устной форме, а выполняет его на ленте. На сегодня это всё. Я желаю вам приятного и продуктивного развлечения. Пусть всё у вас будет хорошо. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!